Время-деньги, так говорят в Америке, и я с ними согласна. Я не хочу, чтобы вы свое свободное время тратили на готовку, а уделяли его себе и своей семье. С вами я, Нина Шабан, и кулинарное шоу на неделю! Сегодня мы с вами приготовим и поговорим про блюда американской кухни. Это будет бургер, наггетсы, салат Коус Слоу, брауни и мои любимые панкейки. Ну что, за дело? Сегодня в выпуске мы будем готовить блюда Северной Америки – панкейки с кленовым сиропом. Панкейки очень популярны в Америке. Они даже придумали специальные сковородки для панкейков. В этих сковородках вы просто наливаете тесто, и они жарятся и сверху, и снизу. Бургер. В Америке в год съедает 30 миллиардов булочек с котлетой. Коус Слоу. Он чем-то похож на наш витаминный салат с капустой. Наггетсы. Мне вообще нравится эта заготовка, потому что вы можете ее заморозить как и в сыром виде, так и в готовом. И брауни. Он готовится легко, быстро и безумно вкусно получается. И по традиции мы не забудем про фуд-дизайн, фитнес и косметологию. Если мы говорим про американскую кухню, это значит фастфуд и газировка. И я не просто так говорю. Ведь в Америке в год съедают 30 миллиардов булочек с котлетой. А газировки один американец выпивает 160 литров. И начнем мы наше путешествие с бургера. Делаем тесто. Берем весы. Добавляем 350 граммов муки. 150 граммов воды. 30 граммов масла растительного. 8 граммов дрожжей. 30 граммов сахара. И щепотка соли. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться не очень тугим. Ставим на расстойку на 45 минут. А знаете ли вы, что первый гамбургер был продан в 1900 году? Тесто подошло. Делим его на шарики. Теперь нам нужно скатать тесто в шарики и переложить на противень. Делаем тесто в шарики. Когда мы перекладываем, немного приминаем, для того, чтобы у нас получилась красивая булочка. Как бы вкручиваем тесто вовнутрь. Все. Ставим в духовку и выпекаем 15 минут при 180 градусах. Делаем котлеты для бургера. Для этого берем фарш. Фарш берите абсолютно любой. Добавляем соль, перец. У меня еще есть соус барбекю. Я его тоже добавлю в фарш. В фарш я больше ничего не добавляю. Вы можете добавить лук. Хорошо вымешиваем. Делим на шарики. И так вот их плотненько утрамбовываем. Я еще люблю замораживать эти будущие котлеты для бургера. Я просто раскладываю на пергаментную бумагу или пленку. Вот таким образом замораживаю. А когда хочу приготовить быстрый бургер, даже не размораживаю, а сразу жарю котлету. Так. Все. Жарим котлету. А пока жарится котлета, нарежем с вами ингредиенты, которые мы будем добавлять в бургер. У меня будет это огурец. Я нарезаю просто кружочками. Мне нравится, что в Америке есть вечера. Они называются вскладчины. Вообще у них не принято приходить в гости без приглашения. Если вы собрались с кому-нибудь в гости, тогда вы должны оповестить хозяина как минимум за 2-3 дня. А если вас пригласили в гости, вы должны уточнить, это будет просто ужин или вскладчину. Если это вскладчина, тогда вы договариваетесь, кто что приносит. Вот, например, мы сегодня готовим американский обед. Я должна у хозяйки спросить, что мне принести. И она вот мне, например, говорит, ты можешь принести там булочки для бургера или будущая котлета для бургера. У них также любят еще приносить хот-доги, ну или какие-нибудь напитки. А еще, если вдруг ужин не вскладчина, тогда принято приносить какое-то угощение. Например, бутылочку хорошего вина. А знаете ли вы, что в городе Саймур есть специальный зал славы бургеров? А еще американцы так любят бургеры, что устраивают конкурсы поедания бургеров на время. И один мужчина за 3 минуты съел целых 10 бургеров. Что еще меня удивляет, что одна из сетей ресторана фастфуда за одну секунду продает 75 булочек с котлетой. Булочки готовы! Булочки действительно отличаются по внешнему виду от магазинов. Но когда вы их приготовите и попробуете, по вкусу они гораздо круче, чем покупные. Я люблю смазывать соусом барбекю. Дочь моя любит смазывать кетчупом. Выкладываем листик салата. Котлету. Выкладываем сыр. Я его немного подтоплю горелкой. О, какой запах. На сыр выкладываем помидор. Огурчик. Все прикрываем верхней булочкой. Немного придавливаем. Как сочненько. Выкладываем. И подавать я буду, конечно же, с картофелем фрифт. Я уже представляю, как ваши дети облепили экран и просят слезно вас приготовить такой потрясающий обед. Не теряйте время, готовьте! Для приготовления бургеров сначала замешиваем тесто, соединив муку, сахар, дрожжи, воду и масло. Ставим его на расстойку на 45 минут. Затем делим тесто на шарики и выпекаем булочки при 180 градусах в течение 15 минут. И, наконец, собираем бургеры. Для этого разрезаем булочки и кладем внутрь желаемую начинку. Например, это может быть котлета, помидор, огурец, сыр, салат и соус барбекю. Рада вас приветствовать! И сегодня на повестке дня комплекс, который понравится многим. Он без осевой нагрузки. Если у вас есть проблемы с поясницей, с поясничным отделом, и вы не можете себе позволить приседать, я предлагаю вам заниматься на коврике. Итак, опускаемся вниз, принимаем позицию, вытягиваем ножку, прямую ногу поднимаем, немного сгибаем, выпрямляем и в исходное положение. Таким образом работаем и следим за поясничным отделом. Здесь осевой нагрузки нет, но вы должны себе отдавать отчет, что поясницу нужно держать, а не проваливать. Очень часто проваливают поясницу, вы ее должны держать под контролем. При этом ваши ноги будут максимально включаться в работу. Отработав 15 повторений, вы сгибаете ножку и выталкиваете наверх. Пяточкой что-то отталкиваем. Здесь максимально следим и контролируем поясницу. Выталкиваем, выталкиваем. Если вы чувствуете, что вам все же не хватает нагрузки, добиваем свои ягодицы до конца в частичной амплитуде. Может быть у вас будет 15-20, а может быть и 30 повторений. Работаем до конца. Отработав, отдыхаем, но при этом немножко даем отдохнуть нашим ножкам и расслабляем их через растяжку. Вот таким образом. Проработав одну сторону, конечно же не забываем про вторую. Ваши ножки должны быть красивыми. Так, выталкиваем ножку и пошли. Поднимаем ногу, сгибаем, выпрямляем вниз. Не съедайте движения. Движения должны четко просматриваться. Подъем, сгибание, разгибание и вниз. Стараемся поднимать ягодицы свою ногу. Не пяточкой, а ягодицей. Отработав 15 повторений, выталкиваем ножку вверх. Следим за поясницей. Это очень важно. И не заваливаемся вбок. Держим себя корпусом. Отработав 15-20, работаем в частичной амплитуде. Добиваем свои ноги. Вот таким образом. Отработав, мы их растягиваем. Уходим в сторону и растягиваем. Вот таким образом. Поэтому, если у вас есть вопросы в пояснице, вам тяжело делать приседания, я предлагаю вашему вниманию такие упражнения, которые прекрасно включают, активируют ваши ноги. И результат не заставит себя ждать. Готовим салат Коуслоу. Для этого нам понадобится капуста. Мы ее шинкуем. Он чем-то похож на наш витаминный салат с капустой. Только мы наш салат заправляем маслом, а Коуслоу заправляется майонезом. Натираем морковь на крупную терку. А знаете ли вы, что первая морковь была фиолетового цвета? Только потом, при мутации, она приобрела оранжевый цвет. Еще очень интересно, что в Америке, я говорила, что уже любят очень газировку, они не пьют чай, не пьют воду, они не понимают вкус кофе. И поэтому в кофе они всегда добавляют или кленовый сироп, или сливки, или имбирь. И всегда это будет огромная емкость, такой литраж, да, 350. И пьют его всегда на ходу. Все знают, что морковь очень полезна. А мне нравится морковь тем, что там есть витамин красоты. Витамин А. Он укрепляет ногти, волосы, и улучшает цвет кожи, и делает ее очень гладкой. В капусту немножко добавим сахара, соли. И так вот ее пожмем. Добавляем майонез. Все перемешиваем. Также для того, чтобы было менее калорийно, вы можете добавить не майонез, а йогурт. Ну, или смешать 50 на 50. 50 граммов майонеза, 50 граммов йогурта. Тоже будет вкусно. Все. Салат готов. Выкладываем. Мне нравится то, что в Америке готовят просто и быстро. Так же, как и я люблю. Готовьте вместе со мной. Для приготовления салата «Коулслоу» соломкой нарезаем капусту, морковь и заправляем майонезом. Губы являются единственным участком на лице, где отсутствуют сальные железы. Именно поэтому им требуется всегда увлажнение и питание. К сожалению, в зимний и осенний период времени они особенно в этом нуждаются. И поэтому необходимо следить за своими губами, для того, чтобы они не сохли и не трескались. Прекрасным средством ухода за губами является скраб. Конечно же, не хочется переплачивать, если его можно сделать дома, самостоятельно. А для этого понадобится всего два компонента. Это мед и сахар-песок. Как сделать скраб в домашних условиях, сейчас вам расскажу. Но прежде чем приступить к скрабированию и прежде чем сделать состав для скрабирования, необходимо подготовить губы. Что для этого нужно? Я возьму ватный диск, смоченный в теплой воде, в комфортной температуре, и буду прикладывать этот ватный диск к губам в течение где-то пяти минут, для того, чтобы размягчить сухую кожу губ. Иначе скрабирование будет неприятным. Поэтому прикладываем ватный диск к губам и держим. Теперь я убираю в сторонку ватный диск и возьму какую-нибудь емкость, в которой я буду хранить этот скраб, потому что его можно, в принципе, сделать на несколько раз. Беру сахар-песок, одну чайную ложку и одну чайную ложку меда. И получу такой вкусный сладкий скраб. Перемешаю все это. Чтобы наших два компонента соединились, в этот скраб можно добавить еще пару капель масла. Это может быть оливковое масло, либо масло апельсина. Но я предпочитаю после скрабирования наносить на губы бальзам, для того, чтобы напитать губы. Все. Мой скраб готов. Теперь с помощью пальчика я набираю его и буду скрабировать губы в течение двух минут легкими движениями. Теперь остатки скраба можно просто скушать для тех, кто не на диете. А я удалю его с помощью ватного диска. Губы сразу же становятся мягкими и напитанными. Такую процедуру скрабирования можно проводить два раза в неделю. А хранить скраб лучше всего в сухом и темном месте. Будьте красивыми и любите себя. Готовим панкейки. Для этого берем весы, миску, добавляем одно яйцо, кефир, 150 миллилитров. Все перемешиваем. Добавляем 50 граммов сахара, 8 граммов соды, 150 граммов муки и аккуратно все перемешиваем. Тесто готово. Жарим на сухой сковороде. Это особенность панкейков. Панкейки очень популярны в Америке. Они даже придумали специальные сковородки для панкейков. Я вот буду переворачивать, а в этих сковородках вы просто наливаете тесто, и они жарятся и сверху, и снизу. А еще в Штатах есть праздник, где женщины бегут 4 километра с горячей сковородой, и у них на сковороде лежат блинчики, и они за этот период, пока бегут 4 километра, должны два раза перевернуть блинчики на ходу. Что они придумают только? Панкейки готовы. Я их подаю с кленовым сиропом. Приятного аппетита! Для приготовления панкейков с кленовым сиропом сначала смешиваем в миске все ингредиенты и из получившегося теста жарим панкейки на сковороде. При подаче поливаем кленовым сиропом. Готовим наггетсы. Берем филе. Зачищаем. Нарезаем на пластины. В Америке все любят жарить во фритюре. А я вот наггетсы люблю жарить просто на сковороде. Мне вообще нравится эта заготовка, потому что вы можете ее заморозить как и в сыром виде, так и в готовом. Сейчас мы с вами сделаем заготовочку, как можно заморозить в сыром, а потом я вам покажу, как заморозить в готовом. Нарезали на пластины. Нам нужно теперь их немного отбить. Наггетсы появились вследствие научного эксперимента. Один профессор писал диссертацию, и у него была такая задача создать какое-то блюдо, которое можно заморозить. А до нас наггетсы дошли только в 1998 году. Все, мы с вами отбили. Теперь нужно посолить, поперчить. Теперь приготовим лизон. Для этого возьмем яйцо, добавим немного воды, также можно добавить молоко. Все перемешаем. И нам теперь нужно запанировать. Я всегда себе ставлю так. Мука, яйцо, сухари. Беру филе, в муку, в яйцо и в сухари. Яйцо и сухари. Вот это повторяю в два раза. И так делаем с каждым филе. Наггетсы очень любят дети. Но что самое интересное, то что в Америке дети не знают, из какого мяса приготовлены наггетсы. Вот так вы можете заморозить наггетсы. А когда вы захотите их приготовить, вы можете их пожарить или запечь в духовке. Я буду жарить. Наггетсы готовы. Я люблю их есть соусом тартар. Приятного аппетита! Для приготовления наггетсов нарезаем филе на брусочки, панируем его в муке, яйце и сухарях и жарим на сковороде. Сейчас мы приготовим один из моих любимых десертов. Это брауни. Он готовится легко, быстро и безумно вкусно получается. Брауни – это американский традиционный шоколадный десерт. Его готовит любая хозяйка и, кстати, у каждой свой рецепт. Нам понадобятся весы. Нужна емкость, в которой вы можете поставить в микроволновую печь. В эту емкость добавляем 75 граммов сливочного масла, 125 граммов горького шоколада. Ставим в микроволновую печь для того, чтобы это все растаяло. Но если у вас дома нет микроволновой печи, вы можете это все растопить на водяной бане. Все знают, что шоколад улучшает настроение, дает нам энергию, но мало кто знает, что в шоколаде есть такое вещество – теобрамин, которое облегчает приступы кашля. Я уже растопила шоколад и масло. Беру миску, добавляю 2 яйца, 75 граммов сахара, 75 граммов сахара, все перемешиваем. Добавляем шоколадную смесь, берем форму, в которой мы будем запекать. Я запекаю иногда в длинной форме, а иногда люблю, когда мне надо пару маленьких кексов, запекаю вот в такой. Сейчас я буду запекать в длинной форме. Перекладываем тесто в форму. Разравниваем. И ставим запекать при 180 градусах 15 минут. Брауни готов. Красивый. Просто восхитительно. Он такой нежный. Сейчас мы с вами его разрежем. Мне нравится легенда по созданию брауни. Одна светская дама приехала на выставку и попросила своего шеф-повара приготовить десерт, который поместится в маленький ладжбокс для того, чтобы она гуляла по выставке и наслаждалась вкусным десертом. Мне кажется, у него получилось. Есть еще одна интересная легенда. Повар готовил бисквитный шоколадный торт. Что-то перепутал и добавил разрыхлитель. Бисквит, конечно, не поднялся. Получился какой-то нелепой формы. Он не растерялся. Нарезал его на кусочки. И все были просто в восторге. А вы уже выбирайте, какая легенда нравится вам. Приятного аппетита! Для приготовления брауни смешиваем все ингредиенты и замешиваем тесто. Разливаем его в формы и выпекаем при 180 градусах в течение 10 минут. Сегодня я расскажу о том, как красиво подавать салфетки. Нам понадобятся салфетки разноцветные, стакан. Можно использовать два цвета, можно использовать один. Я использую два цвета. Начну с красного. Берем салфетку. В таком же положении, как она у нас и есть, ее оставляем. Выбираем угол, который у нас будет снаружи и который изнутри. Простым движением уголок салфетки погружаем в стакан. Загибаем. Хорошенько фиксируем. Берем следующую салфетку. Действуем по тому же принципу. Чем больше мы задействуем салфеток, тем пышнее будет наш декор. Я использую еще пару красненьких и приступлю к оранжевым. Складываем салфеточки по кругу. С красными я закончила. Возьму оранжевые салфетки. Точно по такому же принципу делаем другой цвет. Сделаю еще один слой и будет готово. Я хочу, чтобы мой декор был пышным, поэтому использую много салфеток. Почти готово. Остался маленький штрих. Берем стаканчик, переворачиваем, отделяем его от салфеток. Вот такая оригинальная, красивая подача салфеток получилась. Пусть еда будет не только вкусной, но и красивой. Посмотрите, сколько мы интересного и вкусного сегодня приготовили. И у меня для вас есть еще одно предложение. Я беру булочку, разрезаю, намазываю соусом, выкладываю лист салата и положу наггетсы. Конечно же, помидор, а огурец ложить не буду. Вместо салата положу салат и хочется положить маринованный огурец. И опять они помажем. Вот такая красота у нас получается. Сегодня мы с вами поговорили и приготовили блюда американской кухни. Теперь не обязательно ходить в рестораны посуды. Все можно приготовить дома и гораздо проще и полезнее. А главное, мы это сделали из доступных продуктов, которые вы сможете купить в любом магазине. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин